В регионе стремительными темпами развиваются боевые искусства. Последние пять лет октябрьские файтеры успешно представляют Казахстан и возвышают флаг страны в октагонах по всему миру. Так наши бойцы завоевали золотые и серебряные медали чемпионатов Европы и мира, которые проходили в Татарстане и Болгарии. Наши корреспонденты встретились со спортсменами и узнали их планы на будущее. На чемпионате Европы по ММА, проходившем в городе Казань, приняли участие представители 14 стран. Национальную сборную Казахстана представляли 19 бойцов. Актюбинец Жанебек Теныштык, выступавший в весовой категории до 61 килограмма, провел на турнире 4 боя. В трех из них были одержаны досрочные победы, в том числе в финале над российским панчером Сергеем Ширкуновым. Лишь один поединок с соперником из Бахрейна продолжался все три раунда, однако Жанебек победил согласно судейскому решению. Таким образом, он стал единственным золотым медалистом на чемпионате в составе сборной Казахстана. За мной следил весь Казахстан, и было важно возвысить наш флаг. Я об этом думал постоянно, концентрировался, чувствовал огромную поддержку от всех казахстанцев, и, конечно, от родителей, братьев, сестер, друзей и коллег по сборной. Такая поддержка сказалась, и я просто не мог проиграть. Эта победа нелегко далась. Пришлось пройти долгий путь, годы упорных тренировок. Только таким способом можно добиться прогресса и успеха. Жанебек занимается смешанными боевыми искусствами всего три года, и, казалось бы, в столь короткие сроки невозможно добиться весомых успехов в октагоне, однако он чувствует себя уверенно и активно прислушивается к советам более опытных файтеров. Для спортсмена важно следить за собой, стараться не нервничать и не злиться. Эти факторы могут помешать добиваться успеха в октагоне. Как результат, много ошибок. Порой спортсмены перегорают еще до выхода на бой. И хорошее видно, что Жанебек уже добился хороших показателей, прежде всего в психологическом плане. Безусловно, сказались и упорные тренировки. Новоспеченный чемпион Европы сейчас в отпуске, а после, оправившись от повреждений, приступит к подготовке к ноябрьскому чемпионату мира в Нур-Султане. К слову, сейчас в клубе тренируются шесть девушек. Одна из них – Жанна Коскенова. Она с детства увлекается спортом. Добилась успехов на чемпионатах Казахстана по вольной борьбе и грэпплингу. Совсем недавно Жанна показала свое мастерство на мировом уровне в ММА, хотя только в начале года начала заниматься смежными единоборствами. Ахтюменко выиграла серебряную медаль на юношеском первенстве мира в столице Болгарии и Софии. Там было очень много соперников разных. Именно Казахстан привел 28-29 человек. Основные страны очень много, особенно Россия и Украина. Я провела два боя. Первый бой был с американкой. Я победила ее по решениям судьям. Все три раунда вела я. И за первое место в финале я проиграла тоже американке. Я уступила ей тоже в борьбе в третьем раунде. И победу по решению судьи ей отдали. Цель у меня в UFC попасть. Хочу дальше продолжать. И хочу не бросать вольную борьбу тоже. Стать чемпионом Казахстана. И в дальнейшем может тоже на Олимпиаду попасть. По грэплингу также тоже оставаться чемпионом Казахстана. И в дальнейшем стать чемпионом мира. Активенские мастера боевых искусств тренируются два раза в день. И не намерены останавливаться на достигнутом. Впереди очередные крупные континентальные и мировые турниры. Николай Сырбов, Ерлан Мукан, Руслан Ельтаев. Телеканал Актубе.